Ну что ж, вернулись в Дюссельдорф. Последний финал у нас тут. Десаолу, Кинг Коллинз и Майкл Роджерс. Ну что, болеем, конечно, за Коллинза, это ясно. Ну, собственно, он показал и лучший результат в забеге. Но вот хорошие, конечно, у него соперники. Джеймс Десаолу, самый молодой, самый перспективный. И, конечно, Майк Роджерс. Ну, такая хорошая интрига. Тройка мощная. Лукаш Якобчук. Чан. Китаец. Очень рисугубленный. Ну и вот он, Джеймс Десаолу. Чемпион Европы. Беги на 100 метров. Здесь очень пробежал уверенно в своем забеге. Конечно, если оценивать так потенциал, то у него, конечно, вроде он и повыше. Ну и Роджерс тоже, по-моему, не выкладывал еще все свои карты. Ну, а Коллинз 6,55 здесь показал свой лучший результат сезона. Любимец публики. Все ему хлопают. Все, он молодец. Ну, нужно сказать, очень стабильный, конечно, спортсмен. Что говорить? На протяжении уже вот стольких лет. Нет, показывает какие результаты. Понять, он был чемпионом мира в 2003 году. Да, в Париже был чемпионат мира в 2003 году. 12 лет назад. Ну, это же спринт. 12 лет в спринте. Причем на высоком уровне. Это американский спринтер Ари Адамс. Он пока не произвел такого очень сильного впечатления. Тем не менее. Еще один американский. Вот я смотрю на динамику роста результатов Кима Коллинса. В 2000 году он пробежал еще 6,53. Установил национальный рекорд. Вот потом 2001, 6,58 и так далее. 6,53, 6,54, 6,54, 6,58. 6,50 в 2011 году. Потом 6,56, 6,53. В 2014 году национальный рекорд 6,49. В этом году 6,55. Посмотрите, какая стабильная. На протяжении 15 лет. Потрясающе. 6,54, напомню, пока лучший результат сезона. Причем принадлежит сразу трем спортсменам. Клейтон Вон, Джон Титерс, не столь известный. И Трайвен Бромел. Рекордсмен мира среди юниоров. Ну что, засиделся Ким, между прочим. До Саула отлично взялся. Но на Ким набегает, сумеет. И, уууу, мне кажется, он сумел. Сумел это сделать. И выиграл. Да, и 6,51. И лучший результат сезона. И всего 0,02 до личного рекорда. Почти в 39 лет Ким Коллинса. Потрясающий, потрясающий бегун. Ну что ж, до Саула не ожидал, да, такого набегания, видимо, от Кима Коллинса. Но мы просто в предвкушении, что приедет в Москву Ким Коллинс. И мы увидим его собственными глазами. Ну что ж, образец, да, для спринта. Сколько ребят, там, 25-27 лет. Кажется, что все, карьера закончена. А на самом деле все впереди. 6,52 дают, видимо, результат окончательный. И, но, в любом случае, это лучший результат сезона в мире. Нет, просто молодец. И блестящий он клюнул, да, на финишную ленточку. Да, вот так вот. Вроде по потенции до Саула-то побольше, да. Но желание, да, на существо, да. И такое желание борьбы и победы было, конечно, больше у Коллинса. Одинаковый результат. Видимо, это разница в тысячных долях. Но преимущество у Коллинса и Роджерс 6,58. И Роджерс не устоял, а? Ну вот и Коллинса, и Роджерса мы должны увидеть на соревнованиях русская зима. Так что приходите в Манежце ССК 1-го числа в 17 часов. Потрясающе. Потрясающе. 39 лет и 200 там с лишним дней. Ну, 38 и 299. Почти 39. А, 38, ну, почти 39 лет. Это нечто. Да главное, что в 2003 году был чемпионом мира. Ну, надо же. Ну, и что нам еще теперь покажут, кроме этих цифр? Ну, дело в том, что, в принципе, программа соревнований завершена. Результаты. Итак, два сейчас лидера сезона. Кэм Коммельс 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 Коммельс